Друзья, всем привет! Хочу вам представить Алексея, это управляющий доходным домом на СНТ «Маяк». Еще раз добрый день! Значит, давайте я вам кратко расскажу про данный доходный дом. Доходный дом расположен на территории СНТ «Маяк», на окраине города Московского, в Новой Москве. В транспортной доступности от дома в трех минутах ходьбы есть автобусные остановки, откуда идут автобусы до метро «Рассказовка». На автобусе ехать порядка 10 минут даже со всеми пробками. И также есть остановочка, расположенная там же, откуда также в течение 10 минут на автобусе можно добраться до метро «Соларева», что является весьма удобно. Близлежащий продуктовый магазин от нашего дома расположен в 10 минутах ходьбы в городе Московский. Данный доходный дом имеет огороженную территорию. Территория вся закрытая. Входная группа на территорию закрыта на домофоны. На территории, что мы имеем, небольшая беседка для отдыха непосредственно жильцов данного дома, мангальная зона и небольшой красивый газон, который опоясывает весь дом. Входная группа украшена цветами, что также очень привлекательно. Входные двери в дом также закрываются на домофон. Так что доступ в дом у нас весьма ограниченный. Дом сам по себе трехэтажный. Разбит на два подъезда. Является двухподъездным. На этаже по четыре студии. В дальнейшем студии мы сейчас с вами посмотрим. И я вкратце постараюсь объяснить, что у нас находится внутри. Мы сейчас находимся в доме, в одном из подъездов. Здесь у нас видно на полу керамогранитная плитка. Двери в доме все металлические. Весьма интересный декор на стенах. Эксклюзивный вариант. Дом оборудован пожарной сигнализацией. Давайте пройдем немножечко дальше. Единственное, что у нас нет внутри студии, но имеется в доме, это прачечная. В прачечной мы можем увидеть пару стиральных машин. Хотя у нас и выходной день сегодня, но тем не менее. Одна машинка свободна, что для всех жильцов всегда является удобным. И хватает для общего пользования. Также у нас весьма красивая декоративная лестница. которая в своем итоге идет на третий этаж. На вторых и третьих этажах у нас расположено по 4 студии. На первом этаже 3. Сейчас мы с вами пройдем в одну из них, где я вам расскажу, что и как. Сейчас мы пройдем в одну из студий, где Валерий, как потенциальный жилец, задаст мне ряд вопросов, на которые я постараюсь ответить. Расскажи, что входит в студию, что здесь есть, чем люди смогут пользоваться. Ну, что я расскажу. Прошу обратить внимание, я за это очень рад и доволен. У нас каждая студия имеет универсальные обои. Что, правда, не является обоями. Это штукатурка декоративная. В своем роде ноу-хау. Что весьма удобно и жильцам, и мне. Ну и выглядит весьма красиво. Кухня поделена на две зоны. Это кухонная зона, куда входят 4 секции. Есть в доме горячая холодная вода. В комплект входит индукционная плитка, термопод. Ну, в принципе, в каждой студии имеются панельки декоративные и светильнички. Также есть стол в наличии, пара стульев и холодильник. Что также входит в комплектацию кухонной зоны. И спальная зона. Весьма большая и удобная двухспальная кровать. Так, Алексей, расскажи про розетовую конструкцию. Данная хитрая конструкция у нас является вариантом дачного шкафа. Где можно вешать одежду на вешалки, а также складывать их на полки. Я ответил на ваш вопрос, Валерий? Да, да, конечно. Расскажи про розетки. Сколько вообще розеток? В данной студии у нас есть розетки около холодильника. Есть розетка в изголовье кровати. Не знаю, если сможет, оператор увидит ее. То будет хорошо. В кухонной зоне также у нас имеется розетка, куда запитан светильник, который в данный момент работает. И имеется розетка в выключателе. По поводу противопожарной безопасности не расскажешь. Вот это как раз один из предметов пожарной безопасности. Датчик, который не дает возможности курить жильцам вдоль и выполняет свой прямой функционал. Отлично. А про воду расскажи, пожалуйста, откуда идет вода, можно ли ее пить? Вода у нас, скажем так, своя. На территории участка есть скважина, глубиной порядка 100 метров. Стоит весьма серьезная система очистки воды. Сейчас я вам ее в дальнейшем покажу. А тепло вообще в студии зимой? Да. В данном доме у нас совсем забыл упомянуть. Полы с подогревом. На первых этажах все полы с подогревом. Далее у нас по всему дому с подогревом санузлы. Предлагаю пройти в один из санузлов, который находится в данной студии. И посмотрим, что у нас там. Санузел у нас совмещенный. Весьма удобно и привлекательно. В студии душевая кабина. Слив в основании. Где вода у нас? А пол под наклоном. Вся вода уходит в слив. У нас же еще есть свет. О чем я совсем забыл. Да, давайте включим, чтобы было понятно, как здесь в студии со светом. Студии у нас весьма просторные, весьма светлые. Ну, Алексей, на мой взгляд, очень уютно. Хорошо. Ну что ж, дай бог, тогда welcome, как жилец. Всех просим, приезжайте. Алексей, я тут заметил, расскажи, что вот это у нас такое. И я знаю, у вас тут какая-то своеобразная система очистки воды. Можешь поподробнее? Про систему очистки воды я сейчас расскажу. А это весьма удобная вещь для жильцов. Если к вам кто-то приехал в гости, это домофон, которому оборудованы подъезды в нашем доме. Отлично. В данном домофоне у нас есть функция просмотра. Кто пришел, и он показывает, кто у нас находится или что у нас находится за калиткой. Можно разговаривать. С той стороны меня будет слышно. И, в принципе, так же их слышать буду я. Можно открывать калитку, не выходя на улицу. Для того, чтобы тот, кого вы ждете в гости, смог попасть в дом. Все для удобства жильцов. Тогда пойдем смотреть бойлерную. Пойдемте. В одной из спойлеров у нас стоит весьма серьезная система очистки воды с трехступенчатой очисткой и системой аэрации. Поэтому вода у нас пригодная для питья и качественная. Свободные студии на данный момент у нас имеются. Всю информацию можно получить по номеру телефона, который указан ниже. Также к номеру телефона у меня привязан WhatsApp, Viber, куда можно написать. На все вопросы я отвечу. Ну и также проконсультирую конкретно по каждому вашему вопросу. Звоните, пишите. Ждем. Цветочки все разные. Что за цветочек желтенький, не знаю. Посмотрю в интернете. А вот справа еще одна клумбочка. А я тебе просто подскажу. Подскажи. Вот это вот Анютины глазки. Это лилия. Там молоденькая сосна, которая никак не мешает и мешать не будет. А ты сам сажал, Алексей? В основной в своей массе, да. И занимался, прошу заметить, этим первый раз в жизни. Слушай, ну тогда это удачный опыт. Очень красиво все получилось. Надеюсь. Подписывайтесь на наш канал. scraаю. Разочный опыт. selbstÑ летний опыт. И вот так. SUSIEFT. Продолжение следует...